Прошло время расставить точки над «и». Здравствуйте! А значимых событий их недели в ближайшее время. Опыт Самарской области признан успешным. Речь идет о работе с молодежью. В Саратове по поручению главы государства состоял совместное совещание секретаря Совбеза России Николая Патрушева и полномочного представителя президента в Приворском федеральном округе Михаила Бабича. Одна из главных тем профилактика – распространение деструктивных взглядов среди школьников и студентов. Как уберечь молодежь от воздействия террористов и экстремистов в мировой паутине? С докладом выступила глава Самарской области о принятых в итоге решениях и стратегических задачах в нашем материале. Эти оперативные съемки были сделаны в феврале. По версии правоохранителей, молодой человек на своей странице в социальной сети размещал материалы экстремистского содержания. Во время задержания в квартире провели обыск, компьютерную технику изъяли, возбудили уголовное дело. Это лишь один из примеров работы силовиков Самарской области. В 2017-м в регионах ПФО закрыто 2000 сайтов, которые содержали литературу экстремистской направленности. Еще 47 тысяч материалов выявлено в социальных сетях, в которых подростки проводят большую часть своего времени. Выявлено около 2000 участников молодежных объединений деструктивной направленности. К числу основных факторов, формирующих предпосылку для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, относятся как внутренние проблемы, ну допустим такие, низкий уровень и качество образования, проблемы с трудоустройством, социальное неравенство, отсутствие доступной культурно-досуговой среды и другие, так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур. Это вопрос национальной безопасности и мировой паутины, как неводом пользуются террористические и экстремистские организации. Молодежью манипулируют сначала интерес, потом страх и уже безысходность. Эксперты считают, важно и можно нанести упреждающий удар, не дать вербовщикам возможности развернуться. В регионах Приворского федерального округа проделана большая работа по профилактике правонарушений, говорят на совещании Совбеза. В Самарской области принято 5 государственных и 94 муниципальные программы в сфере молодежной политики. Ежегодно проводится молодежный форум ПФО «Иволга». Большая работа идет и по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В 185 образовательных учреждениях области действуют военно-патриотические клубы. Более чем 1200 учащихся вступили во всероссийское движение «Юн армия». Однако необходима поддержка на государственном уровне, нужен комплексный подход. Мы уже неоднократно об этом говорили, что на самом деле мы имеем сегодня только основы. Государственной молодежной политики не специального закона, не государственной программы, пока, к сожалению, не разработаны. В этой связи селесообразно рассмотреть вопрос о принятии государственной программы, консолидирующей работу полномочных органов в рассматриваемой сфере и предполагающей конкретное финансирование по направлениям государственной молодежной политики. Диалог с молодежью и возможность для самореализации – лучшая защита от сетевых манипуляторов. Победы в виртуальном пространстве находят отражение в реальности. За последний год произошло снижение терроризма в регионах Приворского федерального округа на 15%. Профилактическая работа в Самарской области ведется в школах и вузах, учреждениях дополнительного образования. Реализуется целый комплекс мер. В том числе создание Совета старост было отмечено как успешный опыт, который есть пока только в Самарской области. Вовлечение ребят через современные мобильные приложения, гаджеты, такие как «Точка роста» уже заинтересовали моих коллег, которые обратились к нам за советом, как это внедрить в своих регионах. Мы с удовольствием этим опытом поделимся, как и с удовольствием возьмем на вооружение успешные практики других субъектов Российской Федерации. Затуманить разум молодежи пытаются и наркоторговцы. Эйфория легких денег заставляет идти на преступления. В Приворском федеральном округе по итогам прошлого года выявлено 36 тысяч случаев нарушений закона. И тем не менее статистика улучшается. Количество наркозависимых снизилось почти на 8%. Успехи есть, но работы по-прежнему много. За этими сухими цифрами стоят жизни людей. Единого подхода к организации реабилитационного процесса отметил полпредпрезидента нет. А здесь нужна скоординированная работа всех органов региональной власти. Вопросы более тесного межведомственного взаимодействия поднимал на совещаниях антинаркотической комиссии области в декабре и марте Дмитрий Азаров. Михаил Бабич подчеркнул, больше личного внимания работе таких комиссий должны уделять руководители всех субъектов округа. Опыт Самарской области отмечен и в плане диагностики наркопотребления среди учащихся. Эта процедура позволяет своевременно выявить тех, кому нужна помощь. По итогам этого совещания, которое длилось в закрытом режиме почти 4 часа, все конструктивные предложения будут внесены в проект решения и доложены президенту России. По обеспеченности врачами Самарская область в лидерах по Волжье. На 10 тысяч человек у нас 37 специалистов, но это в среднем. В селах губернии ситуация оставляет желать лучшего. Там наблюдается дефицит как высшего, так и среднего медперсонала. Как привлечь врачей и медсестер провинциальной больницы? Решение проблемы, нехватки кадров обсуждали на совещании по вопросам здравоохранения, которое в Клявлено провел глава региона. Участвовали представители 27 районов. Какие меры поддержки сегодня способны повлиять на выбор молодыми специалистами места работы, узнал Георгий Федоров. Сегодня Клявленская районная больница обслуживает свыше 14 тысяч жителей. Работают сельские врачи на современном оборудовании, закупленном по федеральной программе развития здравоохранения. Рассказывают, на лечение в областной центр своих пациентов отправляют редко, только в сложных случаях. Тем не менее, контакт с коллегами из Самары поддерживают. Глава региона интересуется, готовы ли в глубинке к освоению новых технологий. В среднем медперсонале больница сейчас не нуждается, а вот врачами обеспечено только на 85%. Сейчас в Клявлено строится здание новой детской поликлиники на 45 коек. Расширять штат так или иначе придется, но сделать это будет непросто. Выпускники медицинских вузов и училищ, как правило, предпочитают оставаться в городах. На 10 тысяч сельских жителей приходится по 20 врачей и 57 медсестер. Это значительно ниже, чем в среднем по области. О том, как привлекать специалистов на село, говорили на совещании с участием врачей и глав 27 районов области. Немалую роль в решении проблемы играет федеральная программа «Земский доктор» с подъемными в размере миллиона рублей. В прошлом году Сергей Голованов закончил Самарский медицинский университет. Взвесив все за и против, новоиспеченный терапевт выбрал работу в Кенельской районной больнице. И не пожалел. Хороший объем денег, который можно потратить, например, на улучшение жилищных условий, как сделал я. Работа нравится, коллектив хороший. Если возникают какие-то трудности, обращаюсь к коллегам. За 6 лет действия программы в село-губернии приехали 600 молодых врачей. С 2018 года начинает действовать похожий проект «Земский фельдшер» с выплатой в 500 тысяч. В ряде муниципалитетов работают собственные меры поддержки из-за крепления молодых специалистов. Администрацию муниципального района Клявлинске было выделено 4 благоустроенные квартиры врачам и одной медицинской сестре. Всем сотрудникам, имеющим малолетних детей, организованным внеочередное представление мест в дошкольных учреждениях. Выделяются земельные участки для индивидуального строительства жилья. Предоставление жилья, по общему мнению врачей, является решающим фактором при выборе выпускниками места работы. Дмитрий Азаров дал поручение разработать механизм льготного кредитования сельских муниципалитетов под эти цели. По данному направлению на маневренный фонд тоже можно обсуждать, выдавать целевые займы из областного бюджета муниципалитетам, чтобы они строили такое жилье. Одной из мер по решению проблемы нехватки медиков глава региона назвал целевой прием абитуриентов из сельских муниципалитетов. Сегодня в Самаре обучаются 500 целевиков, многие из которых вернутся в свои районы после окончания. Региональный Минздрав совместно с сам ГМУ ведет работу по планомерному увеличению приема таких студентов. Это количество увеличилось практически в 2,5 раза с 80 мест в 2012 году до 180 мест в 2017 году. Мы должны этих ребят знать в лицо, когда отправляем, ждать их обратно, создавать условия для того, чтобы они вернуться хотели. Дмитрий Азаров поручил Министерству здравоохранения систематизировать все прозвучавшие на совещании предложения, чтобы ко дню медицинского работника, он отмечается 17 июня, уже можно было подготовить конкретные решения по рассматриваемым вопросам. 32 долгостроя и 3000 обманутых дольщиков. С первых дней на посту руководителя области решение проблем этой категории граждан Дмитрий Азаров определил одну из приоритетных задач региональной и муниципальной власти. По многим объектам были разработаны дорожные карты. В 2018 году планируется завершить возведение 12 проблемных объектов. Решить вопрос полностью в регионе планируют в ближайшие три года. Отмечу, что в других субъектах федерации прогноз менее оптимистичный. Возведение четырехсекционного дома на пересечении Садовой и Вилоновской началось в 2003 году. При этом у застройщика не было необходимых разрешительных документов, то есть по факту здание являлось самостроем. Однако на выгодные условия купились сотни самарцев. Мошенники же продавали некоторые квартиры по два, а то и по три раза. В 2008 году работы из-за нарушений были остановлены. Еще через три года компания «Средний Волжскстрой» была признана банкротом. Владимир Гусев отдал застройщику 4 миллиона рублей. Планировал перебраться с семьей в просторную трехкомнатную квартиру. Однако улучшить жилищные условия не удалось. Ожидание затянулось на 12 лет. Работы на площадке возобновились в 2017 году благодаря личному вмешательству главы региона. Я надеюсь, с указом президента, с приходом Азарова, я надеюсь, что наше мучение кончится. И дом это достроится в конечном итоге. У меня семья, двое детей. Со мной живет бабушка-ветеран и участник Великой Отечественной войны. Вместе с Владимиром Гусевым своих квартир дождутся свыше 80 дольщиков и их семьи. На общем собрании новый застройщик доложил о ходе работ на объекте. На данный момент выполнен демонтаж внутренних перегородок, проведено подключение к воде и теплу, укрепляется грунт. За летний период будут сделаны все фундаменты, будут демонтированы стены, будут уже, наверное, я думаю, к осени усилены все колонны. Параллельно будет где-то уже обкладываться уже граждачная новая конструкция. До конца 2018 года будут закончены работы по вот отведению летоснабжения. Сдать же объект планируется до конца 2020 года. На собрании проведено голосование дольщиков по вопросам доплат и перепланировки помещений. Всего за последние полгода в регионе в эксплуатацию введены семь долгостроев. Квартиры получили около тысячи семей. С первых дней на посту руководителя области решение проблемы обманутых дольщиков Дмитрий Азаров определил одну из приоритетных задач региональной и муниципальной власти. По каждому такому объекту были разработаны дорожные карты. Регулярно проводятся встречи с гражданами, инвесторами, членами градостроительного совета, главами муниципалитетов. Сейчас в области 32 долгостроя. В 2018 году планируется завершить возведение 12 проблемных объектов. Идет работа и с потенциальными застройщиками. С 1 июля вступают в силу ряд ограничений и условий на федеральном уровне. Ради безопасности инвесторов теперь к долевому строительству будут допускать только уже зарекомендовавшие себя на рынке компании, которые имеют опыт в подобной деятельности и не ведут какую-либо иную. Кроме того, застройщики будут иметь на момент начала строительства на своих счетах достаточное количество средств, а еще строить единовременно не более одной долевки. На самих строителей это наложит дополнительные обязательства, а значит многие захотят получить максимум разрешений по старым правилам. Понятно, застройщики хотят сэкономить, понятно, застройщики хотят, чтобы разрешение было выдано до 1 июля. И, к сожалению, это может создавать угрозы коррупционных проявлений. Именно поэтому мы собрались сегодня в таком составе, все отраслевое сообщество, правоохранительные органы. Коллеги, чтобы этого ни в коем случае не допустить. Любое такое проявление, значит, будет находить должную оценку правоохранительных органов. В этом можете не сомневаться. В то же время важная задача создать максимально комфортные условия для добросовестных застройщиков. Продолжается серьезная работа по сокращению сроков выдачи разрешительной документации. Сами застройщики отмечают, в работе министерства чувствуются значительные позитивные сдвиги. Получить разрешение на строительство теперь реально всего за 7 дней. В Самаре стартовал Томсуэрфест. Последователи героя знаменитой книги Марка Твена берут в руки болгарки, краски, кисти и совершенно бесплатно в свое свободное время преображают ветхие здания. Движение зародилось в Самаре в 2015-м, а теперь фестиваль проходит в 25 городах. О том, почему инициативу поддержала ЮНЕСКО и какие объекты в областном центре получат новый облик в этом году, расскажет Мария Акимова. За строительными лесами спрятались резные наличники, символичные узоры. Раньше они служили домам не только украшением, но и оберегом. Деревянным особнякам на улице Чапаевской больше сотни лет. Долгое время они не реставрировались, но все-таки дождались преображения. Благодаря участникам Томсуэрфеста. Это не профессиональные строители, а волонтеры, которым не безразлично будущее исторического центра. Они приходят сюда в свободное время после основной работы и совершенно бесплатно шкурят, красят, пилят. Одни – постоянные участники фестиваля, другие – в этом году попробовали свои силы впервые. Стране отличное, рабочее. Пришло потому, что я очень люблю Самару и особенно старый центр. В принципе, поэтому мне очень приятно поучаствовать в восстановлении домов. На площадке дежурит координатор. Он предлагает добровольцам разные виды работ. Занятие найдется для всех. На первом этапе фасад очищают от старой краски и грязи. Это самый трудоемкий и сложный процесс. В ход идет барбоска, так называется металлическая щетка. Распиратор и очки защищают от пыли. Необходимое оборудование выдают на месте. Все, что нужно взять с собой – это хорошее настроение. Потом волонтеры приступают к грунтовке, после чего возьмутся за кисти и краску. С отделочными материалами и инструментами помогают спонсоры. В среднем на один объект уходит около месяца. В этом году в перечне значатся три здания. Дома номер 131 и номер 133 на улице Чапаевской. И еще один на Фрунзе. За количеством участники не гонятся. Главное для них – сделать качественно. Еще один принцип – бережное отношение к деревянной сокровищнице Самары. Стараемся все по максимуму сохранять, не заменять на новое. Максимально близкими к реставраторским методам действовать. Требуется зачастую какое-то профессиональное участие, потому что, во-первых, в высотных работах у нас волонтеры не участвуют, а часто приходится выше третьего яруса лесов что-то делать. И какие-то такие узкоспециализированные работы, типа изготовления утраченных наличников. То есть, бывают дома, когда несколько наличников сохранилось, а какого-то уже нет. Его надо делать с нуля. Это, конечно, квалифицированная работа для профессионалов. Движение зародилось в 2015 году в Самаре. За все время существования проекта в областном центре были отреставрированы 11 зданий. Среди них и дом Мещанки Сибирцевой, расположенный по адресу Чапаевская, 132. В порядок его привели в прошлом году. И теперь то, что постройки почти полтора века, можно догадаться только по табличке на фасаде. Ну как нам может это мешать? Мы, наоборот, рады были, не знаю как, что наш страшный дом, мы его сами не узнаем. Он был серый какой-то, вообще безликий какой-то. Теперь такой красивый. Я иногда отхожу на ту сторону и любуюсь им. В 2016 году в Эквадоре прошла конференция ООН, посвященная жилищному строительству и устойчивому развитию городов. ЮНЕСКО представило доклад об успешных проектах 111 населенных пунктов со всего мира. От России был единственный кейс – самарский Томсуэрфест. Теперь в областном центре он собирает около двух сотен человек. А ведь когда-то все начиналось с пары активистов. Кроме того, впервые к движению присоединились еще 24 города страны. В рамках Томсуэрфеста создают и арт-объекты. Так арку на улице Чапаевской украсят коты, придуманные самарскими художниками. К этой работе приступят уже после окончания чемпионата мира по футболу. На время проведения первенства фестиваль будет приостановлен. Мы очень долго и бесконечно можем говорить про гражданскую ответственность. Мы можем говорить про местное самоуправление. Иногда сами сомневаемся, а существует ли это. До тех пор сомневаемся, пока не встречаем таких людей, которые действительно по-честному любят этот город. И которые любят его не сидя на диване, а берут кисти, краски и выходят на территорию города. Хорошо поработали, можно и отдохнуть. Благодарные жители угощают добровольцев чаем и плюшками. За несколько недель, проведенных на объекте, они становятся одной дружной семьей. Томсуэрфест не только преображает здание, но и сближает людей. Мария Акимова одной из первых оценила и музей Ильдара Рязанова. Он открылся в том самом доме, где родился и жил в годы войны будущий режиссер. Для посетителей сейчас доступен только первый этаж здания, мемориально-историческая зона. О Рязанове и Куйбышеве детстве в тылу и особенностях быта в запасной столице. Второй и третий этаж пока находятся на стадии проектирования. Эмоции, факты и мнения. Далее. Последний раз у дома номер 120 на улице Фрунзе так многолюдно было, когда горожанам представили первый в России памятник легендарному режиссеру, сценаристу и актеру, автору всеми любимых фильмов. «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман». Теперь повод не менее значимый. Открытие тоже первого в стране музея Ильдара Рязанова. Место выбрали не случайно. В этом доме он родился и жил в годы эвакуации. На торжественной церемонии собрались те, кто приложил руку к появлению новой культурной точки на карте города. Поклонники творчества режиссера, его родные и близкие. Сам факт, что музей открывается фактически через два с половиной года после ухода Ильдара Рязановича, это факт совершенно уникальный. Все произошло, потому что действительно любовь к Ильдару Рязановичу просто не знает границ. Вот за это чудо, за это совершенно какой-то невероятный талант людей. Низко кланяюсь всем. Ну, как любой современный музей, он оснащен различными техническими там средствами, там используются современные технологии. Он является по-настоящему каким-то уютным, домашним. И я абсолютно уверен, что в нем будет протекать много интересных событий. Здесь будет много гостей, не только из Самарской области, но и из других регионов. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи Рязанова. Воссоздавать один в один ее не стали. Тем более документов, которые бы точно фиксировали, как она выглядела, нет. Атмосферу той эпохи создают обои дощатый пол. И, конечно, подлинные предметы, принадлежавшие семье Рязанова. Что мне особенно согрело душу, это то, что я узнала каких-то много новых вещей об истории моей семьи, о которых я просто понятия не имела. И вот это как-то я воспринимаю, как какую-то личную вещь. И столько аутентичных экспонатов, и столько вещей из того времени. И действительно окунаешься в атмосферу и Куйбышева того времени, и атмосферы жизни той семьи. А здесь представлены предметы, связанные с приездом Ильдара Александровича в Самару в 2012 году. Знак и лента почетного гражданина города. И эскиз памятника Юрию Деточкину. Героя комедии «Берегись автомобиля». Скульптура была установлена к 85-летию режиссера. Отдельная экспозиция посвящена военному Куйбышеву. О детстве и жизни в тылу. В центре зала «Говорящий куб». Это карта города военных лет. Подключив наушники, можно услышать воспоминания горожан, связанные с разными уголками Куйбышева. Предметы, которые вы здесь видите, это все самарские. Они отражают и повседневную жизнь города. Это вклад каждого гражданина, каждой семьи в поддержку фронта. Символично, что новый культурный центр появился в Самаре в ночь музеев. В рамках всероссийской акции организаторы подготовили насыщенную программу «Самарцы всех стран объединяйтесь». Основная тема, разумеется, творчество легендарного режиссера. Рядом со сквером Эльдара Рязанова в день открытия музея появился гараж из фильма «Берегись автомобиля». Здесь представлены модели машин, которые фигурировали в известной картине. ГАЗ-21, «Москвич», «Победа» и мотоцикл «Урал». Все они были восстановлены руками реставраторов. А еще тут можно сделать селфи с героями киноленты. На этом музей останавливаться не будет в перспективе открытия второго и третьего этажей. Там появится еще одна экспозиция. А также кинозал на сотню мест планирует воссоздать интерьеры и ситуации из фильмов режиссера. До чемпионата мира по футболу осталось меньше месяца. В Самару приедут тысячи болельщиков со всего мира. И в первую очередь они обратят свой взор на стадион. К такому вниманию он готов. Три тестовых матча успешно пройдены. Последний был 16 мая. Однако проверку на этой неделе проходил еще один спортивный объект. Открытие детского футбольного турнира «Кожаный мяч» состоялось на тренировочной базе «Восход» близ Самара-арена. Все подробности у Кирилла Козина. «Кожаный мяч» – турнир ежегодный. В этот раз открытие городского этапа соревнований решено было провести на тренировочной площадке «Восход» 15 мая. До Самара-арена отсюда всего два шага. Местное поле соответствует всем стандартам FIFA. Вместе с детскими командами на поле вышли ветераны крыльев советов. Открытие турнира – это товарищеские матчи и футбольные мастер-классы. А главный подарок для всех участников – возможность своими глазами увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу. Все же основные игры «Кожаного мяча» прошли с 18 по 20 мая в парке «Гагарина». В спортивных поединках сошлись 27 команд. Три возрастные группы, в каждой группе по 9 команд разбиваются, играют в круговую систему, а потом в финальные части и определяют победители каждой возрастной части. Игроки «Кожаного мяча» сыграли на «Восходе» первыми. Однако на площадке ранее уже побывали гости с другого конца света – представители сборной Австралии. Именно эта команда будет здесь готовиться к матчам Мундиаля. В ближайшем будущем к зеленому газону и хозяйственным помещениям добавятся дополнительные спортивные площадки. Детский же футбол вернется сюда только после ЧМ-2018. Мы планируем здесь разместить площадки для пляжного футбола, для пляжного волейбола. То есть наследие нам после ЧМ достанется, на мой взгляд, великолепное. Главный же тестовый матч недели, безусловно, прошел на Самаро-арене на следующий день – 16 мая. Стадион принимал команды профессиональной футбольной лиги – Ладу Тольятти и Носту из Новотроицка. «Самара живет футболом! Ура!» Как и раньше, зрители подтягивались к стадиону за два часа до матча. Болельщиков из Тольятти в Самару доставили дополнительные автобусные и железнодорожные рейсы. Новотроицку и Носту также приехала поддержать группа фанатов. Посмотреть футбол и полюбоваться ареной пришли и жители областного центра. Все-таки последний шанс побывать на Самаро-арене перед ЧМ по футболу. Мы ходим в спортивный кружок «Островок надежды», который занимается с детьми с особенностями развития. И благодаря им мы попали сегодня на этот матч. Дети не переживают, не боятся, все хорошо, здесь здорово. Нам очень нравится. Тебе нравится здесь? Да. Я здесь встречаюсь с семьей. У меня родился первый сын четыре дня назад. Я не очень разбираюсь в футболе. На жизнь зарабатываю бразильским джиу-джитсу и провожу еще здесь семинар в Самаре. Билет мне дал тесть как подарок. Он обожает футбол. Во время матча психологически тяжело было обеим командам. На таких площадках большинство футболистов не выступало. Игра оказалась гостевой для всех. Хотя Де Юре, Лада, хозяйка поля. Первыми завладеть инициативой удалось футболистам из Автограда. На восьмой минуте мощным ударом отличился Азнаур Гирюгов. Носто пыталась отыграться, но до конца первой половины счет так и не поменялся. Во втором тайме появилась интрига. На 73-й минуте Носто сравняла счет, а уже на 80-й вперед снова вырвались номинальные хозяева поля. С пенальти забил и этим оформил дубль Азнаур Гирюгов. До конца матча цифры на табло не поменялись. 2-1 победа Лады Тольятти. Третий тестовый поединок на Самаро-арене собрал чуть более 8 тысяч зрителей. Вместе с ними за игрой наблюдал и Дмитрий Азаров. Сразу после матча он поздравил Ладу с победой и отметил активность болельщиков из Тольятти. Команда из Автограда в долгу не осталась. Главе региона вручили подарок. Клубные майку и вымпел. Благодарность болельщикам Лады, которые здесь, несмотря на рабочий день, несмотря на время, которое требуется потратить, чтобы добраться из Тольятти на стадион Самаро-арена, сегодня были на стадионе. Стадион произвел впечатление не только на болельщиков и футболистов, но и на тренеров команд. Мы сегодня победили. Хотелось победить, порадовать своих болельщиков. В общем-то, все получилось. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов, которые участвовали в организации этого матча. Потому что сыграть на таком стадионе, можно сказать, прекрасном. Поле великолепное, зрители, стадион шикарный, конечно. Для ребят это, конечно, стимул огромный. Пока командам из Самарской области на новом стадионе сопутствует удача. Ни одного поражения в трех играх. Повторит ли этот успех сборная России, станет известно уже совсем скоро. Серия из трех тестовых матчей на Самаро-арене подошла к концу. Теперь стадион, а самое главное поле будут отдыхать. Первая игра чемпионата мира пройдет здесь в середине июня. 17 числа на поле Самаро-арены выйдут национальные сборные Коста, Рики и Сербии. В тестовом режиме в день матча 16 мая работал и Центр управления пассажирскими перевозками. Здесь координируется работа всех служб и всех видов транспорта, которые задействованы в проведении игр. В первую очередь это касается загрузки и выгрузки стадиона Самаро-арена. Также будет контролироваться движение автобусов из аэропорта Курумыч и железнодорожного вокзала Самары до фан-зоны на площади Куйбышева. За передвижениями болельщиков во время чемпионата мира будут следить 450 камер. На мониторах главные дороги предстоящего чемпионата мира по футболу. Особое внимание к направлениям от аэропорта и железнодорожного вокзала до фан-зоны на Куйбышева. С помощью 450 камер здесь, в центре управления, координируется работа всех видов транспорта, который будет задействован на время проведения Мундиаля. Не всеми камерами мы пользуемся. Мы пользуемся только теми камерами в местах посадки-высадки. Либо при возникновении ДТП или усложнении дорожной ситуации мы смотрим причину возникновения. И после этого сотрудник ГИБДД по мобильной рации уже связывается с экипажем и принимается решение. Оперативное решение принимается. Центр управления пассажирскими перевозками создан в Самаре по рекомендации FIFA. Сейчас его сотрудники накапливают опыт работы, обеспечивая движение во время проведения тестовых матчей. Одна из задач – отработать принятие оперативных решений об изменении маршрутов автобусов, количества транспорта и графика движения. По опыту уже предыдущих тестовых матчей мы знаем, и этот опыт наработан, что если у нас происходит так, что просто люди идут на какой-то маршрут другой, то мы имеем возможность перебрасывать автобусы с одного маршрута на другой, чтобы они были там, где они реально нужны. Наблюдатели от Центрального аппарата Оргкомитета Чемпионата мира отмечают высокий уровень организации и работы Самарского центра управления перевозками. Это как раз подчеркнуто тем, что, во-первых, самим региональным центром руководит министр транспорта, Иван Иванович Пифкин, плюс еще тот состав, который собран здесь, он полностью соответствует всем требованиям Минтранса в части организации регионального центра управления перевозками. Во время проведения чемпионата центр будет действовать в круглосуточном режиме. Его техническая база станет работать на благо города и после завершения мундиаля. Все оборудование передадут на баланс городского департамента транспорта. И еще о чемпионате и болельщиках. Все-таки от того, каким запомнят наш город фанаты, зависит многое, в том числе и в целом впечатление о России. На этой неделе в регионе открылся водный скоростной маршрут Самара-Тольятти. Переправа будет осуществляться каждый день по выходным с экскурсией по парковому комплексу имени Сахарова. Перевозчики уверены, что направление будет пользоваться популярностью. В первый рейс отправилась наша съемочная группа. На скоростном судне «Восход» журналисты отправляются в экскурсионные туры с Самары в Тольятти. Маршрут, говорят, перевозчики приглянется не только жителям региона, но и его гостям во время чемпионата мира по футболу. Волжские путешествия востребованы. По итогам 2017 года область заняла второе место в стране по объему перевозок речным транспортом. И первое в ПФО. Если мы говорим о чемпионате мира по футболу, то в рамках чемпионата мира по футболу будут, во-первых, предложены полуторачасовые прогулки. У нас будет действовать несколько туристических маршрутов на скоростных судах. Это Тольятти, это Виновка, это Ширяево. Заключены договора как с мэрией Тольятти, с Самарской лукой, с нацпарком. Два с половиной часа вверх по Волге и пересадка на автобус. Первая остановка у памятника основателю города Тольятти. И со стороны воды, когда проходят, капитаны говорят, не плывут, а проходят круизные лайнеры, теплоходы, очень живописный вид открывается на город Тольятти со стороны воды. И, конечно же, встречает всех гостей нашего города Василья Никитича Татищев, основатель Ставрополя. Еще одна высадка в комплексе Сахарова. Вот он, один из самых крупных в стране музейно-парковый комплекс, где собрано около 500 экспонатов техники. Он был построен в 1998 году. Сейчас в это сложно поверить, но раньше здесь была свалка. Теперь 38 гектаров – увлекательная история. В самом сердце парка дизельная подводная лодка Б-307. Туристам предлагают заглянуть внутрь и посмотреть, как жила команда. Каким должен быть подводник? Ответ очень простой. Желательно пролезть торпедный аппарат. Потому что это еще так называемый мокрый способ аварийного покидания подводной лодки. Одевается специальный костюм. Человек дыжит кислородно-гелевую смесью, вспоминая лучшие моменты жизни. Протискивается в кромешной темноте. На другой площадке комплекса стоит зайти в помещение, и вы оказываетесь около уникальных опытных образцов космических аппаратов. Они были созданы в единственном экземпляре и проходили испытания на Камчатке. Такой экскурсионный маршрут из Самары в Тольятти смогут посетить одновременно 71 человек. Как часто будут ходить эти рейсы? Рейсы будут осуществляться ежедневно. Это мы говорим о транспортных рейсах. Также на еженедельной основе будут осуществляться экскурсионные рейсы. Ну и по набору групп всегда возможны дополнительные отправления. Теперь в планах перевозчиков создать экскурсионный тур из Тольятти в Самару и запустить онлайн-продажи для экскурсионных, скоростных и прогулочных судов по Самарской области. Резкого повышения взносов на капремонт не будет. Сергей Крайнев назвал технической ошибкой размещение на сайте Министерства энергетики и ЖКХ области документов, в котором говорилось об изменении размеров взносов значительно выше уровня инфляции с 1 июля. За эту техническую ошибку временно исполняющий обязанности министра получил от Дмитрия Азарова выговор. По словам Крайнева, опубликован был один из самых спорных вариантов, обсуждаемых в ведомстве. Базовый же предполагал ориентироваться именно на инфляцию. Об этом и не только в нашем кратком обзоре важных событий. Резкого повышения взносов на капремонт не будет. Сергей Крайнев назвал технической ошибкой размещение на сайте Министерства энергетики и ЖКХ области документа, в котором говорилось об изменении размеров взносов значительно выше уровня инфляции с 1 июля. Ошибочная публикация вызвала широкий общественный резонанс. Как сказал после Крайнев, министерство будет выстраивать свою работу в этом направлении, исходя из поручения главы региона. Никакого резкого повышения взносов на капитальный ремонт в Самарской области быть не должно. И деятельность фонда должна оцениваться в первую очередь по таким критериям, как экономия бюджетных средств, качество и гарантия проводимых работ. Как сообщил региональный информационный портал neasam.ru, руководитель области объявил Сергею Крайневу выговор в связи с отсутствием должного контроля при осуществлении тарифного регулирования. В Самаре впервые был представлен Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Презентация главного трофея футбольного первенства состоялась в прошлое воскресенье на площади Куйбышева. Все желающие смогли сфотографироваться с официальным кубком в специальном шатре. Также в рамках церемонии приветствия прошел товарищеский матч. На поле сошлись команды известных жителей Самары и подростков с особенностями развития. Кубок провел в Самаре почти три дня. Кандидат от «Единой России» на выборы губернатора Самарской области определят 19 июня. Список участников предварительного голосования был одобрен на заседании регионального политсовета партии. Претендентами стали временно исполняющий обязанности главы Самарской области Дмитрий Азаров, советник губернатора Севастополя Николай Брусникин, заместитель руководителя фракции «Единой России» областного парламента Виктор Воропаев, директор Тольяттинской школы Татьяна Подоляка и руководитель Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Шевченко. Самарскую область, возможно, ждут новшества в избирательном законодательстве. Дмитрий Азаров предложил снизить так называемый муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы и внес соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы. Сейчас претендентам на высший должностной пост субъекта необходимо собрать в свою поддержку 7% подписей муниципальных депутатов и избираемых глав районов. Руководитель области намерен сократить этот порог до минимального – в 5%. Эксперты уже назвали инициативу главы региона шагом по демократизации избирательного процесса в Самарской области. Если инициативу одобрят, регион станет пятым в Приворском федеральном округе, где установлен минимальный порог для прохождения муниципального фильтра. Автоваз в ближайшее время введет рабочие смены по субботам. Об этом сообщил глава региона и выразил уверенность в дальнейшем развитии завода, отметив, что оно стало возможным благодаря беспрецедентным мерам поддержки и личному участию президента Владимира Путина. В 2018 году завод планирует произвести 565 300 автомобилей и автокомплектов на 12% больше, чем в 2017 году. Предприятие на московском автосалоне может представить обновленные модели. Среди них «Лада Гранта», «Лада Веста Кросса» и «Веста Эстейт» – ее кроссоверная версия. В 2019 году на завершение строительства Фрунзенского моста из федерального бюджета будет направлено 4 миллиарда 165 миллионов рублей. Возведение восьми опор переправы закончено. Идет сборка металлических конструкций объекта. Мост через озеро Банное построен на 75%. Продолжается строительство транспортных развязок на правом и левом берегу реки Самары. Ведется работа по возведению земельного полотна и укреплению откосов. Стоимость объекта – 12 миллиардов 296 миллионов рублей. Ласковые, преданные и ждущие. В Самаре стартует акция «Забери меня домой». В рамках проекта известные жители города примут участие в фотосессии с бездомными животными из приютов. Эти фотографии с хэштегом «Забери меня домой» будут распространяться в социальных сетях. Проект нацелен на то, чтобы повысить ответственность людей по отношению к животным. И, конечно же, найти им новый дом. Дом, в котором их будут любить, заботиться о них. Сегодня мы расскажем о нескольких собаках. Они прошли через многое, но по-прежнему верят человеку. Очень хочется надеяться, что на этот раз их не обманут. Не так быстро, не так быстро бегать. Ты права, мой уменьшитель. Что это? Ну, что? Патрюга. Патрюга, не надо на меня вставать. Да, да. Знакомьтесь, это пятнашка, помесь с таксой. Судя по окрасу, по-настоящему снежная собака. Но сердце не ледяное, в меру деловито, любознательно и открыто для общения. Ее еще щенком нашли на улице. Сейчас ей примерно 6 месяцев. Она может занять себя сама, но при этом любит и компанию человека. Она очень любит целоваться, когда ее гладят. И очень ласковая, умная собачка. Она уже привита, стерилизованная. А это квас Метис Гончий. В приюте Надежда он уже год, всего ему 5. Он любит прыгать, играть с мячом, обожает воду. Вот так делает вид, что пьет, а сам купается. В приюте с большими ваннами проблема. С ним точно не соскучишься, он даже бегает весело. При этом не со всеми собаками находит общий язык. Все больше тянется к людям и ждет добрые руки. О том, что может быть по-другому, отлично знает Форест. Его волонтеры нашли привязанным к дереву в лесу. Так хозяин, видимо, решил избавиться от пса. Собака выжила и первое время не могла забыть о том, что произошло. Когда его нашли, он был очень напуган. И не давался такой. Он проходил реабилитацию. И в принципе, сейчас он чувствует себя хорошо. Но некоторые таблетки ему прописали пожизненно. Все-таки несколько дней он провел один. Он очень дружелюбный, ласковый. Несмотря на предательство, он вновь верит людям. Любит, когда ему уделяет внимание. Подарит его и сам. Форесту около двух лет. Оказавшись в этом приюте, понимаешь, двух рук человеку мало. Просто невозможно отказать и кого-то не погладить. Не уделить внимания. Расскажи себе. Я... Это Ник. Он уже знаком интернет-пользователям. Пост был опубликован 20 апреля. Собака гуляла одна, хотя по ней видно, что домашняя. Хозяин в итоге нашелся, но потом, видимо, отказался. И Ника взяли в приют. Общительный, добрый, необидчивый. Но с характером. Они преданно смотрят и пытаются разглядеть в тебе того самого друга на всю жизнь. В приюте очень много породистых собак. Вот эта немецкая овчарка здесь всего пять дней. Нашли ее в Новосемейкино. Пока кличку еще не придумали. Как и положено, овчарки дисциплинированная и статная. Примерный возраст 7-8 лет. Есть опухоль. Возможно, это и стало причиной расставания с хозяином. Хотя надеемся, что он все же найдется. Явно она домашняя. Она приучена к машине. То есть и спокойно даже ездит. Приучена к поводку. В рамках проекта известные жители города примут участие в фотосессии с бездомными животными из приютов. Эти фотографии с хэштегом «Забери меня домой» будут распространяться в социальных сетях. Цель – повысить ответственность людей по отношению к животным. И, конечно же, найти им дом. Собака – не игрушка. Нужны ответственные хозяева. Миша, кажется, только приходит в себя. Ему три года, и у него был любящий хозяин. Пожилой человек умер. Собака несколько дней сидела с телом. Охраняла. Первое время в приюте он очень тосковал. Сейчас открывает для себя мир заново. Привыкает. Не конфликтует с другими животными. Хотя здесь, как таковой, агрессии и нет. Это Версачи, мисс Этичность. Она попала в отлов, и по контракту, так как видно, что домашняя, ее привезли в приют. Она душа компании и, кажется, умеет улыбаться. Любит позировать, знает, как найти подход к человеку. Ей около двух-трех лет, и она очень активная, добрая, как можно было заметить уже. И любит, когда ее гладит. Она небольшого размера и отлично подойдет для квартиры, где есть ребенок или для пожилых людей. Здесь обычно шумно. Все-таки сотни собак, но во время интервью была тишина. Животные молчали. Видимо, очень хотели, чтобы вы услышали о них. Пока точки над «Эр» оставлены только в этих темах. Дальше больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова